Всем здравствуйте, я Александр Шелест, это Политека Онлайн, и мы приветствуем вас, дорогие друзья, на нашем канале, и с нами на связи Владимир Золкин. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Множество тем, чтобы обсудить и вообще понять, на какой фазе сейчас так называемая спецоперация происходит. Но начать я хотел бы с визита Блинкина и Остина, вот такого ночного, что сулит вот этот визит и какие будут итоги, как вы видите, потому что, ну, не просто так, да, одним заявлением о том, что, ну, скажем так, восстановят дипломатические отношения и посольство, и посол будет. Вот, видимо, что-то более существенное обсуждали с Зеленским эти люди, как вы думаете? Как вы знаете, я не успеваю следить за общеполитическими вопросами, я вам объясню, почему так происходит. Потому что 24 на 7, фактически, я провожу либо в общении с пленными, да, либо есть какое-то время на сон, там, на всякие естественные потребности. Поэтому я даже не могу сейчас вот комментировать подобные вещи, я, если честно, думаю, но я, конечно, могу от себя сказать, что большое спасибо нашим западным партнерам за всю их помощь, да, и я надеюсь, что таким образом мы все победим, а то, что мы победим, это будет безусловно. Ну да, и множество, скажем так, новых перехватов этому свидетельствует, потому что, как бы, моральное состояние у оккупантов, ну, оставляет желать лучшего. Что вам известно, насколько все-таки пали духом российские военные? Я вам скажу, что духа у них и не было никогда, потому что нет никакой мотивации. Мы, например, защищаем свою землю, мы понимаем, что мы делаем, абсолютно четко. Россияне это люди, которые идут сюда убивать за деньги, то есть это есть наемники, обыкновенные самые наемники, потому что у них есть зарплата и есть приказ идти и делать то, что они делают. В всю эту чепуху про нацистов, фашистов и прочую ересь, о которой им говорили, они этого даже не знают толком, половина слышала звон, но не знает, где он. Это не может быть мотивацией. Это не может вызывать никакие чувства, это не может вызывать никакой дух, потому что они толком сами не понимают, что происходит, почему они сюда едут. Все, что они знают, это то, что у них есть зарплата, и если очень сильно повезет, то компенсация для родственников в случае чего. Что касается духа боевого, конечно, после того, как они увидели, услышали и передали своим то, что здесь на самом деле происходит, что их никто не ждал здесь хлебом с солью, а наоборот, обгоревшие тела, обгоревшие клоны и все остальное прочее, ну, они, естественно, уже с гораздо большей осторожностью относятся к тому, что они делают, и уже вот этих вот бравурных заявлений, которые были изначально, из заказов столиков на 23 февраля у нас в Киеве, мы уже этого как-то вот не слышим, и оказывается, что они уже не собирались за три дня захватить Киев, да, а оказывается, что они вообще не собирались. То есть, ну, российская манипулятивная вся эта история уходит в стандартный, принимает свой вид, то есть, да, они отказываются от того, что они говорили месяц назад, и полностью уже меняют свою риторику, вот-вот уже, уже им, уже им Украину, им уже захватывать не нужно, сначала было нужно, потом они рассказывают, что это не так просто, теперь уже вообще оказывается не нужно, а завтра я уверен, что будет следующая ситуация. Они объявят у себя какую-то великую победу, не знаю, под каким соусом они ее подадут, как по мне, так все равно, пусть подают ее под любым соусом, мне плевать, что они там своему стаду расскажут, скорее всего, они подадут это как какую-то победу, что вот мы достигли какого-то результата, и на этом военные действия, активная фаза сворачивается. И как по мне, очень хорошо, если вот так вот будет, если так вот случится, пусть скормят своему народу, пусть скормят своему народу все, что хотят, и пусть побыстрее заканчивают то, что они делают. Если говорить о пленных, какое у них состояние, ну, что ж, это люди, которые на свои глаза увидели все то, что произошло, более того, что увидели, они прочувствовали это, и они попали в ситуацию, когда вчера они были в основном все просто обыкновенными солдатами, которые ездят там по каким-то учениям, даже толком стрелять не умеют, потом их ночью вывезли в Украину, под покровом ночи, они оказались в Украине, через два дня их колонну разбили, и тут они бац, находятся в плену. Некоторые даже без ручек и без ножек. Ну, что говорить о их состоянии? Ну, естественно, они ненавидят свое правительство, естественно, они ненавидят тех, кто их сюда отправил, естественно, они понимают, в отличие от их родственников, которых мы звоним, уже понимают, что на самом деле здесь происходит. Так, а в чем, ну, собственно, вот в чем дело, как вы можете объяснить, когда там звонят, ну, мы звоним родственникам, а те, ну, скажем так, ну, Ваньку валяют, в прямом смысле этого слова? Ну, никакого Ваньку они не валяют, есть, их можно условно разделить на три категории, одни полностью зазомбированы российской пропагандой, вторые работают по инструкции, то есть их уже проинструктировали, что и как нужно говорить, а говорить, ну, там, я политикой не интересуюсь, я ничего не знаю, я не я, хата не моя. И есть третья, самая маленькая часть, ну, те, которые действительно говорят то, что они об этом думают. И, да, на них тоже каким-то образом, конечно, повлияли и инструкции, и их средства массовой информации так называемые, но, тем не менее, в основном они высказывают свое реальное мнение, а реально их мнение, что это все никому не нужно, о том, что их детей послали в качестве мяса, и о том, что спасибо нам большое за то, что хотя бы дали поговорить с ними по телефону. Вот примерно такая реакция. Ну, скажите, вот история, которую Михаил Подоляк опубликовал о том, что требуют выкупы, 5 тысяч евро стоит жизнь солдата, насколько это такая часто встречающаяся история? Постоянно встречающаяся история, то есть им постоянно звонят из России, то есть они же методами не брезгуют никакими абсолютно. Для того, чтобы дискредитировать нас в глазах своих граждан, они не брезгуют абсолютно никакими методами, угрожают, запугивают официально и шантажируют, по возможности, конечно же, тоже применяют такой метод, что давайте нам столько-то денег, давайте нам то и все и так далее, и мы отдадим вам вашего там ребенка. Ну, как я уже много раз говорил, то, чем я занимаюсь, оно никоим образом не связано с финансами, то есть вообще. И никакого выкупа никто не может просить с нашей стороны за их людей по определению, просто потому, что они у нас содержатся все под счетом, они у нас содержатся все официально, именно поэтому за ними уход, присмотр за ними, да, за пленными лучше, чем за нашими заключенными обыкновенными. Их с заключенными, с нашими пересекать боятся, чтобы их не забили просто, да, я прошу прощения, вот на ходу где-то, потому что заключенные, они тоже имеют свои взгляды, да, несмотря на то, что они заключенные. Так вот, за ними максимальная изоляция от всего и от всех, и максимальный медицинский присмотр за ними, чтобы, не дай бог, никто не заболел тяжело, и никто, не дай бог, не умер. И тем более такой истории, как то, что один заключенный где-то пропадет, и за выкуп куда-то уедет, это чепуха, ну, просто, просто, просто полная, насколько это возможно, чепуха. Как вы относитесь к вариантам, ну, вот, обменов, и, ну, вы обменами не занимаетесь, но, насколько, вот, обмен пленными, вот, сейчас важен на этой стадии войны? Максимально важен обмен пленными. Ну, во-первых, Зеленский-то, конечно, он хотел поменять всех на всех, я об этом прямо в российской прессе говорил, ну, аморфное существо по фамилии Путин никак на это не отреагировало, что тоже понятно, что оно аморфное, вот, но, вот, хотел бы сказать по поводу тех людей, которые, я их понимаю, наших военных, я прекрасно вообще понимаю людей, всех понимаю, которые говорят о том, что нет, не брать в плен ни в коем случае, расстреливать на месте. Ну, оно-то, конечно, правильно, я понимаю ненависть. Наша ненависть, как и мотивация, имеет, естественно, естественное происхождение, да, и она просто, проста и понятна, то есть, мы их не, как россияне идут убивать нас за деньги, да, только мы их убиваем просто потому, что они пришли на нашу землю. И ненавидим мы их просто потому, что они пришли на нашу землю, да, точно так же. Но когда все-таки, ну, все-таки нужно пытаться внести какое-то рациональное зерно, потому что обменный фонд все-таки нужен. И нужно брать в плен максимально, да. И то, как мы к ним относимся, это тоже правильно. Это тоже правильно. Потому что мы должны показывать. Мы цивилизованная страна, цивилизованное государство. Мы придерживаемся всех конвенций, международных договоров. Мы не имеем права никакого, несмотря на то, что у всех не хватает терпения и так далее. Но мы не имеем никакого права уподобляться Орде, уподобляться России. И мы должны делать все правильно, цивилизованно и грамотно. И, соответственно, конечно же, как я могу относиться к обмену пленных, если там наши люди? Как я могу относиться к нашим людям? Да, конечно же, мы хотим их забрать. Это россияне, это Орда может кричать, что это фейк. Я им показываю их человека с их соцсеть. На тебе соцсеть, на тебе родственник, на тебе адрес. Что тебе еще надо? Это фейк. Но я же не Орг, чтобы так относиться к своим людям. Да это наши люди, мы это признаем. Отдайте нам их и заберите того, кого там считаете нужным. Как вы думаете, какая судьба ждет военнопленных российских по возвращению на родину? Или, скажем так, это уже дело пятое, десятое, и нам до этого в принципе нет никакого дела? Нет, нам до этого нет никакого дела, кроме того, что есть уже фактические данные о том, что они приезжают, мне об этом пишут, о том, что они приезжают туда. Сначала говорят, что с ними все было хорошо, замечательно, потом проходят через конвейер спецслужб и потом выдают видео. Фуфлыжная, нарезанная ерунда, там, 30-секундная с пятью грубыми обрезками о том, что здесь они знают, они слышали, как здесь над ними издевались. Потому что тот человек, один из тех людей, который это говорил, был у меня на интервью, там записано у меня с ним получасовое интервью без единой обрезки. И просто, как говорится, почувствуйте разницу между тем, что они выдают там у себя и то, что делаем мы. И даже у него не хватило, или хватило совести не сказать, что лично к нему, лично к нему применялись какие-то силы. Он этого не сказал, но он говорит, он слышал и он знает о том, что вот было вот там-то, там-то, то-то и то-то. То есть мы понимаем, что они возвращаются в Россию, попадают под конвейер спецслужб, им говорят, что сказать, они это говорят. Возвращаться в Россию они боятся больше, чем украинского плена, это я вам тоже могу сказать. Некоторых из них дезертирами уже в России объявили. Ну, как, если во время звонка у меня сидит два человека, два срочника. Один и второй по очереди звонят матерям, первый раз они им раньше не звонили. И обе матери выдают обоим сыновьям историю о том, что капитан, который сбежал с поля боя, а на самом деле он сбежал с поля боя, кинув этих пацанов, приехал в Россию и написал рапорта о том, что они дезертиры, а они дезертировали. А они сидят в плену. Вот, ну, то есть, ну, они прям во время нашей записи, нашего разговора берутся просто за головы, не знают, что сказать, они шокированы этой новостью. Но вот факт есть факт. И... Наши видео даже и помогают некоторым россиянам подшатать немножко вот эту вот ситуацию информационную, которая у них сложилась, да, полный вакуум. Мама идет сына, показывает, говорит, смотрите, это мой сын в плену, запишите, что он в плену. Ну, им приходится записывать. Откуда это зверство, вот, в середине русского солдата? Как вы можете ответить на этот вопрос, пообщавшись с многими уже представителями ПТРД? Ну, я вам скажу, что это, конечно, нельзя распространять абсолютно на всех. Я бы, по крайней мере, так не стал бы делать. Но зверство, ну, от отсутствия культуры какой-либо, от отсутствия какого-либо воспитания. Ну, то есть, это не люди в привычном нам смысле слова. Это, они не звери, какие-то существа, которые, ну, вы же слышали, опять-таки, эти разговоры, перехваты, где женщина горит своему мужу на силу украинок, только чтобы я этого не слышала. Или там, воруй грапи. Ну, как? Ну, это не укладывается в голову. Как можно уложить, объяснить людей, которые бомбят наши города и стаи ходят у себя и рассказывают, что это мы сами их бомбим. Что-то, пока их здесь не было, мы их не бомбили. Вот они сюда пришли, мы решили мало того, что от них обороняемся еще свои города разбомбить, и они, черт возьми, в это верят, понимаете? Они убивают, насилуют наших людей и верят, что это мы сами это делаем, опять-таки, с их приходом. Ну, как можно охарактеризовать этих людей? Вы поймите, то, что я делаю, это не... Я не ставлю... Не то, что не ставлю. Я реально понимаю, что это не может возыметь какой-то прям эффект такой огромный и так далее. Но некоторые видео там доходят до миллиона, около миллиона, чуть больше просмотров. Я понимаю, что 600 тысяч россиян эти видео посмотрело, исходя из аналитики YouTube. Я понимаю, что из 600 тысяч россиян, если они внимательно смотрели и слушали, а они могли, хотя бы родственники тех людей, которых они реально узнают, да. Ну, какая-то часть, дальше я не знаю, как в процентном соотношении это делить, но если из этих 600 тысяч хотя бы 10 человек не отправили каким-то образом, ушли от военной службы и не отправили сюда их, то я понимаю, что как минимум спасено 10 жизней с их стороны и неизвестное количество еще с нашей, не изнасилованных людей, не убитых и так далее. Как это все выводить в коэффициентном, в процентном соотношении, я не знаю. Просто делаю то, что я могу и задача минимум это показать этих людей, хотя бы их родственникам, для того, чтобы те передали другим родственникам, для того, чтобы другие сюда не ехали. И это реально происходит, то есть это реально работает, я это знаю, в противном случае я об этом не занимался. Еще два слова, пока не забыл, хотел сказать о том, о отказниках России. Их сейчас очень много, они отказываются ехать в Украину и им за это ничего нет. Вот услышьте, ничего нет. То есть вот эта вот вся история, рассказ о том, что их там сажают, там сроки им дают, все это бред. Потому что были заведены несколько уголовных дел на ОМОНовцев, на СОБРовцев, которые отказались ехать в Украину в самом начале. В том числе и при моем каком-то участии некоторые международные крупные издания стали проводить расследования в этом отношении, стали это все обнародовать и на этом все прекратилось, ребят. Потому что россияне не только боятся показывать реальное количество пленных, реальное количество убитых, реальное количество раненых, но и боятся показывать реальное количество отказников. Потому что вообще любые цифры реальные, любые цифры, любые факты реальные, это для них равно смерти к фейковому режиму, который полностью построен на лжи. И поэтому они, не хочешь, хорошо, пиши рапорт, все, уходи, пока-пока, то есть вот так вот сейчас происходит у них, да, никаких там сроков, там вот этого всего, ничего этого нет, и я думаю, это очень важно знать россиянам, потому что... Ну, что можно отказаться, да. Конечно, можно просто отказаться и все, все, и все, больше за собой это ничего не влечет. Как вы думаете, какие цели у Путина вот по состоянию на сейчас? По состоянию на сейчас у него цель показать хоть какую-то победу своему стаду, и я об этом тоже вначале сказал, то что я надеюсь, что уже эта победа готовится. То есть безразлично, да, что они там себе покажут, ну, безразлично под каким соусом они подадут прекращение вот этих вот военных действий, они должны его как-то подать. Да, еще вот сейчас будет еще, я так думаю, говорю, ну нет, у меня времени сейчас глубоко анализировать даже внешние источники, потому что, правда, не хватает. Но я предположить могу, что еще недели две будет все-таки активная, агрессивная фаза вот этих вот действий, а дальше они будут исходить из того, что получилось, потому что они исходят из того, что получилось. Ну вот они изначально послали сюда такое количество людей, они что, планировали что-то, это какая-то тактика, стратегия? Нет, они там, Путину кто-то на стол принес красную папочку, написано, что все нормально, ждут с хлебом с солью. Путин все вниз спускает, давайте, поехали. Ну, а поскольку он уже вниз спустил, что поехали, там уже внизу никто у них ни за что не отвечает. Это я вам могу сказать, как человек, который общается с ними, вплоть до командиров батальонов. Никто ни за что вообще не отвечает, никто вообще ничего не решает. Вот как спустилось сверху вниз, так оно вот у них все и происходит. Я надеюсь, что сейчас мы еще выстоим вот этих вот, я не знаю, недели две-три и дальше они посмотрят, что надо прекращать, надо подавать какую-то победу. Ну и как-то там к 9 мая эту победу уже придумают себе и на этом все закончится. Это надежда, это не более того. Скажите, Владимир, люди, которых призвали на временно оккупированных территориях украинских и насильно ведут на войну и насильно бросают в бой, ну, это же как бы, ну, собственно, там же не откажется человек, это уже не будет отказником. Вы сталкивались с такими историями и что об этом думаете? Да более чем достаточно. Более чем достаточно этих историй уже опубликовано. Мы, если честно, даже вот жители Ордло уже и не... Стараемся уже, вот три жителя Ордло, да, а их 13 было. Для того, чтобы не делать интервью со всеми 13, мы берем троих, они называют имена остальных и просто рассказывают всю историю. И вот эти вот три человека, учитель русского языка, куратор кружка информатики и третий сторож техникума. Я говорю, а как так получилось, что вы вот втроем попали именно из образования? Он говорит, ну, по образованию пошла разнарядка о том, что вот дайте нам столько-то вот людей. Как они уже говорят сами, да, сокращаясь, они уже говорят, дайте столько вот мяса, и вот это вот мясо вот столько в таком количестве дали. Они ни разу не стреляли, ничего не видели, ничего не понимают. Их бросили, одели в эту форму, дали им по автомату. В последний момент им дали еще магазины и показали даже, как их подсоединять. Вот это вот, в принципе, вся их подготовка. И что? И они сдались в первом же бою при первой же возможности. Но это единственное, что они могут сделать. А еще они могут сдаться вместе с техникой, если у них будет такая возможность, еще и денег заработают. Это правда, это тоже работает. То есть они могут сдаваться с техникой, они не будут даже считаться пленными, они будут там временно изолированными, и потом в результате получат свою денежную компенсацию. Вот. Так что с этими жителями Ордло, с ними вообще тяжелая история, потому что если россияне, это понятно, это пленные, да, то это как бы вроде и наши люди, ну, они же, мы же-то не признаем, вот эти, республики так называемые все, фактически это граждане Украины. То есть их нужно судить по закону Украины, получается. И я насколько понимаю, всем им будут предъявлены подозрения, и все они будут отвечать просто по закону Украины. Вот и все. А что вы думаете о Викторе Медведчуке и его, да, вот, цена в обменном фонде? Я прошу прощения, а заявлено что-нибудь по поводу того, что его вообще собираются куда-то менять? И с Россией были какие-то данные о том, что он вообще кому-то интересен? Я такого не слышал. Просто, ну, была идея обмена, и он сам как бы... Это я слышал, что он СБУ сказал, хочу там меня поменять. Оксана Марченко там, или не Оксана Марченко, и как-то она очень сильно изменилась, не знаю. Тоже обращается то к одному, то ко второму, то к третьему. Правда, непонятно, почему она к президенту Украины обращалась на русском языке. Мне кажется, что до сих пор до нее ничего не дошло еще. Вот, и знаете, я бы поступил бы, наверное, следующим образом. Сейчас уже, сейчас уже Медведчука нужно протоколировать максимально и максимально быстро судить. Коль скоро мы не получаем никакого отзыва с той стороны, мы должны его максимально быстро, чтобы он прошел все следственные инстанции, чтобы он прошел судебную инстанцию и получил, собственно говоря, свой срок. И выдал, официально выдал всю информацию, которую он может выдать. А я уверен, что он владеет, ух, там, там, бесконечное количество просто инсайдов и о его связях с другими украинскими политиками, которые также могут быть коллаборантами российскими, да, и завербованными агентами. То есть я думаю, что эту информацию от него нужно получить максимально быстро, максимально быстро ее запротоколировать, максимально быстро его осудить. А потом, поскольку это просто недоразумение никому не нужное, нужно его максимально выгодно обвинять. На ваш взгляд, что вот с защитниками Мариуполя, что с ними будет? Потому что, ну, там, несколько раз уже предлагали сдаться российские военные, но ребята держатся там и говорят уже о том, что будут выкуривать химическим оружием, что вполне возможно. будет именно в Азов-Стале. Как вы думаете, вот это продлится еще долго, а что освобождение Мариуполя украинскими войсками? Или же, ну, вот так получить по зубам и получить по рукам Путин, да, который предлагает, ну, скажем так, уже сотый раз предлагает сдаться, а вот как-то, знаете, никто не бежит с расстертыми объятиями, скажем так, в плен. Абсолютно, скажем так, другая. Ну, я понимаю ваш вопрос, но еще раз, был бы я каким-то военным экспертом, я бы сейчас бы придумал какую-то хитромудрую формулировку, которая бы, возможно, кого-то бы успокоила или обнадежила, или еще что-нибудь. Мне очень больно самому по поводу того, что происходит в Мариуполе, и очень больно по поводу того, что происходит с защитниками Мариуполя. Я не понимаю и не имею для себя ответов на множественные вопросы, почему мы как-то не пытаемся прорвать эту блокаду, почему мы не пытаемся их освободить. Мне это тоже, знаете, просто по-человечески болит постоянно, я тоже об этом думаю, и когда вот тяжело бывает с этими орками, уже не хватает сил, я все время вспоминаю, что, а вот им там хватает сейчас сил, знаете, то есть каждый должен, это наш пример, это пример нашего героизма, нашей доблести. Но давать комментарии относительно этого, честно, не моего ума дело просто. Ну да, украинцы не сдаются. Не, я имею в виду давать комментарии относительно того, как будет и как может развернуться ситуация, чем закончится, ну да, это действительно, но я некомпетентен. Скажите, на ваш взгляд, вот российские солдаты, да, которые сейчас находятся в плену, это, ну, а насколько они вообще нужны и ценны в Украине с перспективой для, там, международного суда и суда над самим Путиным? Смотрите, насколько я знаю из интервью, которые, из процесса интервью, которые проводятся, многие из них добровольно сажаются на, садятся на детектор лжи и показывают, что они не насиловали, не убивали, в мирных не стреляли, скажем так. Насколько я понимаю, это и есть первичный обменный фонд. То есть люди, которые в тяжелых преступлениях нигде не засветились. И насколько я понимаю, это и есть в основном мои респонденты. То есть я их, конечно, не выбираю, вот, но у меня в основном те, которые, что-то так получается, что те, которые 23-го их там тинули, завезли под покровом ночи в Украину и так далее, разбили через два дня. Ну что они такого особенного могут рассказать, правда, честно, да? И было, конечно, пару эксклюзивов вроде Красноярцева. Ну, не знаю, хорошо, что так произошло. Но по поводу того, что они будут использованы, и все их свидетельства будут использованы для Международного трибунала, безусловно. А вот по поводу перспектив вообще этого Международного трибунала и насколько я в него верю, знаете, с нашими партнерами, с их глубокой обеспокоенностью и глубочайшей, как она называется, я не очень верю вообще в международные демократические институции, в том числе и в Международный суд. Я считаю, что и ООН, и вот это вот все, оно уже давным-давно, мне кажется, прогнило и себя исчерпало, мне кажется, что мир, вот прямо сейчас что-то меняется, да? И после этой войны что-то должно измениться, потому что международная бюрократия, она уже исчерпала себя. Вы верите в то, что россияне смогут сбросить Путина? Ну, нет. Я верю в то, что он скорее может умереть естественной или неестественной смертью. Вот в это вот я верю. Я верю в то, что его окружение до него может дойти, что проще сделать так, чтобы он умер естественной смертью, нежели это все продолжать, потому что это катастрофически для России, и люди, которые не полностью отбиты, там это прекрасно понимают. То есть они прекрасно понимают, что до всей России может прийти, в общем-то... То есть вместо того, что они там про Украину рассказывали все время, что Украину там поделят на кусочки, так вот это вот как раз может с Россией случиться. Китай себе свою часть заберет, Штаты себе свою часть заберет. Может, это, конечно, очень такие обширные заявления могут быть с моей стороны, но тем не менее умные люди прекрасно понимают, что Россия будет обескровлена и обезоружена во всех смыслах, если вот этот военный конфликт с Украиной продлится еще какое-то время. И, возможно, они захотели бы как-то немножко сами сделать так, чтобы побыстрее скончался их этот вождь, который, судя по всему, страдает глубокой формой шизофрении и полностью абстрагирован от реальности, которая вокруг него происходит. и еще я верю в то, что, вот как я сказал по поводу отказов, да, что вот идут отказы, и они для того, чтобы не афишировать эту всю информацию, уже не заводят даже уголовных дел, просто вот так спускают. То есть я понимаю, что сами россияне, как бы расширение этой информации среди россиян, то, что многие, чем больше, 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 больше об этом узнают, чем больше, больше и больше будут об этом говорить, это обсуждать, вот это вот все может привести опять-таки верха, когда оно будет доходить верха, пониманию того, что надо бы что-то вот как-то останавливать, что-то делать. И, возможно, вот это вот приведет вот вся вот эта информационная война, ну, в первую очередь, это, конечно, действия наших вооруженных сил, которые, безусловно, бьют врага, прекрасная слава нашим вооруженным силам. Конечно же, все вот это вот в совокупности должно как-то привести к остановке этой бессмысленной войны. Вы видите перспективу в переговорном процессе, который сейчас происходит, по видеосвязи, и вот все никак они не договорятся о том, чтобы встретиться к Улебе и Лаврову, или не говоря уже о Путине и Зеленскому? Они не договорятся ни о чем, они исходят из... Ну, смотри, наша же позиция, она понятна. То есть тут объяснять там не нужно ничего и никому, убирайтесь просто домой к себе и живите там, вот наша позиция. А их-то ведь позиция отталкивается от реально текущих событий. И они вот смотрят на то, что реально происходит, смотрят на карту военных действий. Смотрят на то, что происходит у них в обществе внутри. И отталкиваются от этих, ну, если верить в то, что они хотя бы руководствуются логикой, да, хоть какой-то, то они должны смотреть на карту военных действий, они должны смотреть на то, что происходит у них в обществе, и отталкиваться от этого всего, и на переговорном процессе, в конце концов, пойти или не пойти на какое-то наше предложение. Если в самом начале, когда они зашли под Киев и были в 16 километрах от моего дома, да, я ехал по Житомирской трассе, я сейчас посмотрел и замерил 16 километров до моего дома, если тогда у них были позиции более крепкие, да, и они могли совсем ни о чем не говорить, да, вот, то есть тут все будет по-нашему и все, то сейчас, когда их позиции заметно ослабли, видимо, они уже могут соглашаться на какие-то другие предложения. Ну, а в конечном счете они согласятся только на то, они понимают только силу. Когда они окончательно поймут, что дальше продолжать свое продвижение по захвату украинских территорий они не могут, то им придется, с одной стороны, показывать у себя какую-то победу, ну, мол, нацистов уничтожили, да, мифических, ну, а с другой стороны, на переговорном процессе тоже идти уже к какой-то точке понимания. Я понимаю, что это может быть какая-то просто заморозка конфликта, и на этом как бы все. Я понимаю, что с нашей стороны были разговоры о том, что мы можем пересмотреть свою позицию по вступлению в НАТО относительно Конституции. Я знаю, что у многих людей по этому поводу очень сильно большие разногласия и разночтения. Если интересует моя точка зрения по этому поводу, буковки в Конституции о том, что мы собираемся идти в НАТО, не стоят ни одной человеческой жизни, а в общем-то вообще ничего не стоят. Нас никто не просил это вписывать в Конституцию, нас никто за это не поблагодарил, нас никто там не ждал и не ждет, и я как человек, который привык ходить в гости только туда, куда меня зовут, понимаю, что от того, что я напишу у себя дома, я не знаю где-то, я иду сегодня в гости к Пете, а Петя меня не звал в гости. Я как бы к нему иду, а Петя сидит и говорит у себя, слушай, там Вова вроде к нам идет, они такие, да, Вова идет, ну мы же его не звали, да, мы его не звали. Ну вот это вот наши взаимоотношения с НАТО. С другой стороны, если даже у нас это не прописано в Конституции, и НАТО говорит, приходите к нам, ребята, то мы берем к ним и приходим. В чем проблема? И по барабану вот эта блоковость или внеблоковость, нейтральность, которая прописана у нас в Конституции. Важно, что у нас вооруженные силы готовы, ПВО готова, вооружены до зубов, все хорошо финансируется и хорошее состояние в стране, никакая Россия не может ничего сделать. Вот что важно. Как сейчас Финляндия или Швейцария, да, захочет, вступит в НАТО, и ничего Россия ей не сделает. Вот у нас должно быть точно такая же самая позиция. А если вот этот воздух, который записан у нас в Конституции, о том, что мы якобы собираемся идти туда, где нас никто не ждет, если этот воздух получится продать за остановку активной фазы военных действий, что позволит нам еще больше вооружиться, что позволит нам обменять людей, забрать наших людей, да, и так далее, и так далее. Если этот воздух получится продать на переговорах, я думаю, его можно продать. Как вы думаете, тотальная мобилизация в Российской Федерации предрешен уже? Она сорвалась уже. Она уже сорвалась, потому что, я же говорю, массовые отказы, которые нигде не публикуются, нигде не обнародуются, они пошли и в больших крупных городах, они могут там сколько угодно плясать с этими буквочками З, и сколько угодно могут у себя показывать, что 70% поддерживает спецоперацию, ну, а на самом деле нет, люди не идут, нет. У них уже сорвалась эта общая мобилизация, и они по объявлению набирают, то есть у них реально, натурально объявления висят про краткосрочный контракт, приходи, бомж к нам, пиши с нами контракт, и бомж идет, потому что у него варианта другого нет, подписывает и едет. Эти бомжи сейчас подаются россиянами под видом крутейших каких-то там частных военных компаний, хотя там из частных военных компаний 10 человек и еще 100 бомжей. Ну, вот такая вот история. Поэтому нет, нет, никакой... Ну, вы же понимаете, что оружие России это не... Нехорошо обученные, подготовленные военные, нехорошее обмундирование и так далее, и так далее. Оружие России это ракеты и бомбы. Вот что, вот чем они берут, понимаете? И покуда у них запас в этом смысле еще есть, то они могут, вот этим вот они могут вот и манипулировать. И ядерным оружием в том числе они могут манипулировать. Потому что это, вот эта вот грубая сила, вот эта обезьяна с кнопкой, которую вот здесь вот нет у нас контраргументов на это на все. Что касается живой силы, да, у них ее тоже на самом деле хватит, даже из бомжей и из последних ЛДНРовцев, которые они соберут на улицах, они их просто построят и просто пустят в нашу сторону. Это ж я знаю, не потому что я так себе придумал, а потому что мне рассказывают реальные факты, как это происходит. То есть реально идут вот эти вот ЛДНРовцы, их пускают как отряд для прощупывания, грубо говоря, живой силы, и как только они упираются в нашу позицию, обстреливают и их, и нашу позицию. И выживший из вот этих вот жителей Ордло мне лицом к лицу абсолютно добровольно это все рассказывают, потому что они понимают, что их судьба в принципе предрешена, их менять даже никто не собирается и запрашивать на обмен их никто не собирается. И между прочим, те, которые не хотят со мной говорить, у меня это тоже записано, здрасте, здрасте, меня звать там так-то, говорить я не желаю. И эти записи у меня все хранятся, если вдруг чего, кто-то спросит по поводу того, добровольности или недобровольности, я это вот таким вот образом могу подтвердить. Я благодарю вас за эту беседу, спасибо большое. Думаю, что она была полезна для наших подписчиков. Если вы еще не наш подписчик, подпишитесь, пожалуйста, напишите комментарий, что думаете по поводу вышеуслышанного. Берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok